Слова знаешь? Да, знаешь. Всё вставай на место. У нас два человека. У нас одна не пришла опять. Сейчас хочу сказать. Внимание, приготовились. Всё, приготовились. 20 секунд. Внимание, тишина. Тишина в студии. Ваши помощники в поисках правильного выбора. Звучание утра. Звучание утра, конечно же, в заставках нашего барабана. Звучит это утро рабочего дня. Оно так звучит на у нас. Первый такой блин. Я не скажу, что он конус. Подходит к концу наш конус. Под названием «Звучание утра». Напомню, кто не в курсе. Шестеро смельчаков, шестеро участников набранных нами, ну просто по интернету. Оказались здесь. Вернее, сначала в звукозаписывающей студии «Ключ». Профессиональный, который находится в городе ДК Правовережье. Это выше ДК ЦБК. Попытались там свои силы. Ну и кто следил, понимаете, да? Было два этапа голосования. Это было в интернете, где участники пели профессиональные треки. Обработанные. Ну как обработанные? Я не знала, что их там все назвали. Ну, музыка была профессиональная. Профессиональная музыка, профессиональная студия, профессиональный звук, все было профессионально. Также у нас есть наши партнеры. Это тайский салон массажный «Тай Рай». Разыгрывает он также сертификат. Будет приятный массаж, такое расслабление. Если сам не хотите, можете кому-то даже подарить. А также у нас есть еще один партнер. Вот, смотрите. Музыкальная школа «Мьюзик Фэмили». Между прочим, у нас есть представитель из этой школы, из Качанова Наталья. Это преподаватель «Порто Пиано». Она сегодня будет аккомпанировать нашим участникам так же, как и вчера. Да, но напомню еще раз тот, кто не в курсе. Тот, кто вчера не смотрел этот самый полуфинал. Вчера пришли три наших первых участника. Они спели вживую, подчеркиваю, вживую под аккомпанемент нашего, так скажем, музыкального преподавателя. Да, вот под фортепиано. Специально, без всякого ремера, без обработки. Вот человек поет вживую. Причем поет здесь, в этой студии, в телевизионной. Это очень сложно, дорогие друзья. И вот сегодня оставшиеся два наших участника. Почему два? Объясняю. Потому что Анастасия Борисова снялась с соревнований. К сожалению, по семейным обстоятельствам она вынуждена была это сделать, и она не смогла прийти и поучаствовать в этом втором полуфинале. Но зато у нас есть два участника. И, кстати, один из них любезно согласился выступить первым. Потому что он настоящий мужик. Это Виталий Разума. Привет, Виталий. Так, как имя микрофон, Виталий? Виталий уже готов исполнить. Виталий, как настроили? Нормально. А что бы ты хотел спеть? Вообще, мне нравится песня про «Зайск», но она не актуальна. Поэтому будет немного другая. Какая? Какая? Давайте от случай. Так, от случайного образом попасть. Да, все верно. А, нет, подожди, Виталий, подходит тебе твой образ жизни и песня о «Остров не вези»? Такого неудачника очень все случилось. А в чем вкладываешь, что он неудачник? Наоборот, кажется, очень удачливый человек. Попадаешь все время на экран телевидения. Активный, пытаешься суточески мыслить. В чем неудачник? Все у вас давно. Все, 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 все. Не везет любви. Все, все, все. Дорогие друзья, будьте внимательны. Смотрите, после сегодняшнего эфира, естественно, часть этого эфира мы вырежем. И вот эти мини-клипы выложим в наш конкурс. Вы сможете проголосовать как за Виталия, так и за остальных участников. Но, подчеркиваю, вот эти полуфиналы, они чем сложны? Тем, что наши участники поют вживую, под аккомпанемент прямо здесь, в студии. Без всякой обработки, без всякого ревербератора. Вот Алена Макем, кстати, занимается немножко пением. Она, когда приходит на рабочее место, она всегда поет. Вот я спрошу, как здесь пейпер в студии? В этой студии, смотрите, здесь немножко есть такие небольшие сложности, потому что все-таки студия не профессиональная, а нет многих таких вещей, например, как ревер, да? Да, что ж... Я уже вам это не сказал. А вторая доля сильная, эхо сильная, да? Тут даже я бы не сказал, что эхо сильное, а тут в принципе-то эхо особо. Ладно, я тебе сделаю сильное эхо, чуть-чуть больше. Ладно, смотрите, у нас, да, пришли очаровательные другие участницы, Екатерина Колсова, Виктория Кульга, покажите, пожалуйста. Ну и, конечно же, ну, пока я не буду ее представить, потому что сейчас ей придется петь. Ну, любой. Девчонки, а у вас-то как настроение хорошее? Покажи палец в руках, да? Отлично, отличное настроение. И, конечно же, следят. Хотя они всем желают удачи, но каждая из них, наверное, все-таки в душе. Я, я-то лучше, я-то лучше. Ну, кого вы видите? Конечно, правильно, каждый из вас лучше. Ну, ладно. Виталий Радумов же готов, как говорится, исполнить песню про свой любимый остров, невезение. И я думаю, нужно его поддержать. Девчонки, покажите, да? Поддержать надо, поддержать. Виталий готов? А, вы? Будем целую песню делать? Нет, мы будем петь один, один куплет и один пиво. А там пиво, там четыре четырестиши. Четыре четырестиши, да. Пять? Виталий Радумов, его бенефисы. Итак, внимание, все готовы? Внимание, начинаем. Виталий, раз, два. Поехали. Так, стоп, стоп, стоп. Хорошо, ничего, ничего страшного. Давайте дубль два. Вы еще понимаете, что это все вживую. Конечно, Виталий еще не слышал, как он все, в принципе. Я еще раз подчеркну, здесь очень сложно войти в ритм. Еще раз. Внимание, дубль номер два, Виталий Радумов. Поехали. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Они без проблем нет. ГRED. Тем, что они не делают не идут дела. Видно, в понедельник их мало родила, как и меня. Видно, в понедельник их мало родила, что они не делают не идут дела. Когда в острове нет комментария, Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря, Но когда в острове нет комментария. По такому случаю с ночи до зали, Плачут невезучие люди и кори. И выдать вверх, и клянется, Бур, в день, какой неведомо, В день, как горься, Бур, в день, как горься, Бур, в день, как горься. Добро пожаловать! До свидания! До свидания! У нас сейчас реклама, и после рекламы будет следующее участие. Но, к сожалению, мы должны разбить выступление наших участников. Реклама, потому что неумолимо она движется к нам. Конечно, а как же без рекламы? Давайте немножко реклам. Добро пожаловать! Стас, ты здесь, пожалуйста, работай на вторую камеру. На нее, а ты можешь певать? А я просто певать, певать. Спешите! Николай Яблук, экспо-курс. Закрывается только до 20 метров. Разградашек. Все рубилки и урон от 6 до 25 тысяч рублей. Декан Авиадор. Для любителей уюта и удовольствия, погрузитесь в атмосферу ресторана «Океан-3». Обновленное меню с демократичными ценами, оригинальный бизнес-ланч и новогодний банкет. Обновленное меню с демократичными ценами, океан-3, улица Красной Армии, 10, телефон-252, 949. Новый вопрос, вы переливили в Украинском дуале. На них можно побольше. Да, мы уже. На исход, мы знаем, что мы еменья выстрелили. Это у нас Татьяна. Я на каком? Я на каком? Лена, ты сильно поворачиваешься ухом, не поворачивайся сильно, ближе сядь, чуть-чуть, да, ухом не поворачивайся сильно. Для корпоративных мероприятий, на ресторане и службы доставки «Океан Грин». Телефон 252-99-49. Два прикрива. Время пока есть, у нас есть шанс, но нет. Прикотовились. Однажды кинопродюсеру Удачнику показал безнадежность сценарии крутым кинобоссам. И те, не ошибочно согласились протестировать к межной волонтюру. Но, не всё. А это, на самом деле. Главное, руку почтить. Потому, походу, это весы наши невероятные приключения. Забегался. С чего начинаем стройки? Скопейки. Продолжается этот час утра рабочего дня. Час цветов, имеется в виду цветы, не гвоздики. Цвета — это радуги, это цвета радуги. Ну и продолжает наш конкурс. Кстати, Елена Макимовна сейчас находится рядом с участницами. Мы с ними чуть позже поговорим. Но у нас Татьяна Козлова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. В микрофончик, пожалуйста. Не забывай. Волнуюсь с нашей участницей. Ну почему? Потому что, дорогие друзья, во-первых, они поют вживую. Без всякой обработки. Да ещё и непонятно песню, которую только что в сучили петь. Как говорится, для раскачивания совершенного времени. Самое сложное в этой студии что это для вас? Да. Просто ничего. Действительно, главное было у нас. Да? А вы волнуетесь? Ну да. А вам приходилось до этого выступать на телевидении? Ну, если можно так сказать. Ну, где-то, когда-то, да, в детстве, да? Нет? Ну, я когда в школе училась. А-а-а, вот так. Ну да, да. Да, нет. Ну, давай у Лены спросим. Лена, вот сейчас поговорила с нашими гостями, что говорят? Конкуренты, так сказать. Конкуренты молодцы, они поддерживают все друг друга. Все прям говорят, ой, ты молодец, да ты лучше, всё отлично, всё здорово. Ну, я не знаю, мне кажется, они немножко лукавят. Понятно. Хорошо. Татьяна, что будем мы сегодня петь? Что у нас? Ну, у нас песня... Подождите, подождите, я честно, дорогие друзья, я даже не знаю, что она будет петь. Вся пикантная ситуация стоит именно в этом. У-у-у. А, я не покажу, что у нас соперница. Давайте посмотрим, что у меня показывают. Показывать надо те, кто сейчас. Я только хочу сказать, что, обратите внимание, Таня уже в 100 раз. Пошло мы! Да. Она доехала целого в год, сейчас у нее младший лейтенант. Ну, я не знаю, к чему в этом. Ребят, ну давайте, как тебе? Прекрасно. Супер. Я же говорила... А чтоб ты сейчас, микрофон, передай микрофон еще. Ага, давайте, держите. Говорите, рассказывайте. Как ваши впечатления? Действительно, очень хорошее исполнение. Мне понравилось. Ага, Виталий, тебе как понравилось? Мне всегда нравится. Какую девушку я с собой. Такую приятную. Всё замечательно. Да. К сожалению, одного участника у нас нет, Сергей Рижов, он не смог сегодня прийти, но он вчера свою песню исполнил, поэтому мы его простили. Говорю, ладно, хорошо, ничего страшного. Да. Ребят, ну все-таки, смотрите, вот чего вы ждали от этого конкурса? Вы получили что-нибудь? То, что хотели? Какие-то эмоции? Виталь, давай. Ну, он уже не заканчивается, сейчас будет финал. Да, будет финал обязательно, мы скажем, последнее такое финальное задание, это будет чуть-чуть попозже. Виталий, ну, у вас какие впечатления? Ну, я шла в разве чате, и меня очень радует то, что каждую встречу с участниками, каждый этап проходит весело, сойдет проект, всегда горячая, позитива, хорошее настроение, поэтому я очень довольна быть сейчас. Отлично, Кайф. Ну, давай тебе еще слово дадим. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну что, я жду финал. Ты ж жду финал. Ты ж жду финал. Ты ж жду победы. Ну, не господи нет. Ну, все ждут победы, я жду финал. Мне интересно, что будет финал. Хорошо. Подождите, ну, давайте, давайте, Татьяне дадим слово. Татьяна, ощущение какое после, вот, завершая. Получилось так, что вы завершаете, да, полуфинал, и уже остался сам финал, да. Напомню, дорогие друзья, это случится во вторник, сюда придут все наши партнеры, и они, ну, как совещательным голосом выберут одного победителя, да. Но я вам так и открою секрет, кроме одного победителя еще будут большинственные призы. Ну, а все участники, конечно же, вы за них голосуйте в интернете, потому что они смогут получить приз от вас, приз зрительских симпатий. Ну, и, конечно, вы, дорогие друзья, ну, не забывайте мы про эту карточку на три тысячи рублей. А, Лен, давай рассказывай уже, что будет у нас в финале, как, 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 что будет. Итак, ребята, слушайте внимательно. Задание будет такое. Это финальное задание, то есть оно последнее. Пройдет оно, получается, во вторник. Вы должны будете выбрать сами себе песню. Выбирайте ту, которую хотите. Далее. Выбирайте, то есть, песню и любимого, естественно, исполнителя, который исполняет. Вам нужно будет один в один исполнить песню, один в один быть похожим на этого исполнителя. То есть, просто буквально поете песню, и чтобы мы, ну, не могли отлучить вас от этого человека. Понятно? Уже какие-то предположения, я так понимаю, есть? Но кем ты, вот кем ты станешь? А, это нет, подожди, нет, там непонятно. Во-первых, нет, давай тогда уже сделаем. Мы тогда должны угадать образ. Ну, конечно, конечно, да. А кем ты станешь? Да, вот, ну, а ты кем станешь, Лена? Во вторник, да? Я могу стать за Верой Брежневой. Давай Сергеем Ждуровым станем. Вот это будет интересно. Татьяна, вы уже знаете приблизительно, кем вы станете? Ну, да, это секрет. Да, это секрет. Хорошо, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, во вторник подчеркиваем. У нас будет итог нашей вот этой рубрики. Надеюсь, она станет постоянным. Звучание утра. Есть такая идея. Сделать ее постоянно. Дмитрий, скажи, ты смотрела уже, у нас же присылали утра вот эти мини-клипы. Какой-то в тебе показ? Есть половина? Да, все верно. Присылали несколько видеоклипов интересных, необычных. Были настолько креативны, что даже не знаю, можно ли показывать в принципе в эфире или нет. Но есть из чего выбрать. И у нас уже в принципе есть кое-какие предположения. Но вы в любом случае еще можете отправлять до вторника свои видеозаписи. Мы отсмотрим, посмотрим и выберем самого лучшего. Понятно задание? Как здесь можно передвигать? Вот так вот вы ходите, боёшься, что делать. Потому что там понедельник. Минус у вас там. Вы находите свои минусы. Не обязательно его скидывайте. То есть вот тот, который вы учили, чтобы я скидывал, что это отравливали. Потому что он должен быть похож. Да, то есть уходитесь, покраситься, постричься. Да, у меня будет покраска. Давай-то пофотуемся немножко. Рен, сфотой всех-всех-всех нас. А там время сейчас заканчивается или нет? А, ты теперь влюбишься? А? 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 Да ладно. Ну что у меня ебало. А хочется еще раз. Продолжение наше сезон. Соединяйся. Готовы и начинать! Спасибо! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, во вторник эфир начинается. Виталик! Виталик! Эфир будет весь вам вкус. Что вы можете не играть? Спасибо! Ну все вы не играете! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok